Матч всех звезд хоккейного клуба Донбасс. На Дружковской арене Альтаир хоккеисты закрыли сезон дружеским поединком. На лёд вышли сразу несколько поколений спортсменов и даже болельщики. За игрой наблюдали и наши корреспонденты. От начинающих игроков до профессионалов. Первыми на лёд Дружковской арены Альтаир выходят детские команды хоккейного клуба Донбасс. В руках ребята держат кубки, завоёванные в последнем сезоне. А вот и первая команда Донбасса – победители главного хоккейного турнира страны сезона 2015-2016. Профессионалы демонстрируют свой главный трофей – Кубок Чемпионата Украины. Перед главным матчем вечера юные хоккеисты провели несколько конкурсов. На скорость, по точности и силе бросков, забиванию штрафных. Так увлеклись, что даже автографы не у всех своих кумиров успели взять. Наверняка Сергей Варламов. Нет. Нет? Не успел. Успел. Сергей Варламов. Геннадий – болельщик со стажем. Игры любимой команды не пропускает. Говорит, на матч всех звёзд пришёл, чтобы поздравить хоккеистов первой команды с победой в чемпионате Украины. Самые памятные матчи – это плей-офф «Донбасс Дженералс». Хочу поздравить хоккейный клуб «Донбасс» с Кубком Чемпионата Украины. В итоговом домашнем матче звёзд на льду сошлись необычные команды. Смешанные. Разделились на красных и белых. В каждой – хоккеисты клуба «Донбасс», их тренеры и даже болельщики. За победу сражались, как в настоящем чемпионате. Все, кто больше на лёд, это все маленькие звёздочки, большие звёздочки, старые, и женщины, и мужчины. И это одна большая семья. Мы и вы все вместе, мы дарим праздник и счастье людям Донецкого края и Украины. Для основной команды чемпионский сезон окончен. А вот подрастающее поколение хоккейного клуба «Донбасс» тренироваться и участвовать в соревнованиях будет ещё целый месяц до конца мая. Юлия Шкваренко, Телеканал «Донбасс».